Их объединяет не только любовь к музыке, но и убежденность в том, что фашизм – зло, с которым нужно бороться всеми доступными способами. На международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю» съедутся музыканты из восьми стран. Помимо российских исполнителей, приедут гости из Франции, Испании, Никарагуа, Латвии, Словении, Финляндии и Великобритании. В семейной истории почти каждого из них оставила свой след Вторая мировая война. Дед солист из Словении Саша Гачника был в концлагере. У волынщика из Великобритании оба деда сражались на войне, а дядя погиб в 43-м году. Бывший военный из Франции Франсуа Мадеме в 2014 году приехал на Донбасс и восемь лет воевал там. Я искренне рад, что фестиваль международный, что все попытки в отношении нашей страны вести так называемые культуры отмены и запретов не работают. И абсолютное большинство жителей планеты, я уверен, понимают, что такое нацизм и какую угрозу фашизм представляет. Это не случайные люди приезжают сюда. Это не просто артисты. Это наши с вами друзья. Это те, кто поддерживает нас везде. По мнению организаторов, символично, что первый международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю» пройдет на Самарской земле. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев был запасной столицей. Сюда были перевезены заводы со всей страны. Более 40 военных производств. Здесь изготавливали снаряды, танки и знаменитые советские штурмовики Ил-2. Отсюда в годы войны на фронт ушли 528 тысяч человек, а вернулись менее половины. Здесь ковалась в том числе и духовная победа над фашизмом. В Самару переехали все ведущие коллективы творческие. Откуда шла трансляция выступления Большого театра? Отсюда. Откуда вещал Левитан с марта, по-моему, если не ошибаюсь, весны 43-го года? Отсюда на весь мир. Гитлер лично считал его своим личным врагом. Международный фестиваль будет проходить при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области. Начнется праздник 1 мая на площади Куйбышева. Там пройдет митинг-концерт «Мир, труд, май». Будут работать фестивальный городок. Пройдет автомотопробег с возложением цветов на площади славы. Фестиваль будет проходить не только в Самаре, но и в Новокубышевске, Сызрани, Тольятти, Чапаевске, Жигулевске. Гостям праздника покажут тематические фильмы, в том числе и Нюрнберг. Мы много слышим о том, что кто-то не до конца в культурной среде понимает происходящее. Вот абсолютное большинство деятелей культуры, искусства прекрасно понимает, что происходит сегодня в стране и в мире. И я думаю, что вот эти по-настоящему творческие, талантливые люди выразят свою позицию вне фестиваля в Самаре. Гости фестиваля также ждут круглые столы с участием музыкантов «Ночь военно-исторических музеев». Почетным гостем фестиваля станет Стивен Сигал, который является не только актером, но еще и блюзменом. Виктория Шаре, Константин Головин. События. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...